приветствую вас всех товарищи строители советских республик не стал дожидаться ответа на вопрос строит ли мне вообще в эту игру играть потому когда если смотрели предыдущие серии начались у меня были ты почему-то при том аккурат они начались у меня при переходе с 25 на двадцать шестой году декабре меня сейчас начало декабря начал новую карту изменился опять же стартовый год 650 аккурат я поставил декабрь 25 научные исследования не отключил мать их за ногу так и у меня у меня совсем мало денег совсем мало денег я не знаю будет ли игра улетать или не будет так и потому как у меня научные исследования я естественно не могу знать где у меня чего хранится но давайте ну то есть какие ископаемые где есть так таможни меня особо сильно не интересуют на самом деле мне нужно место у реки это во первых на во вторых да начинаем мы проверять на наличие полезных ископаемых в районе где я буду строится а украдения их совсем мало знаете ну вызовом это может быть если ты играешь без модов я играю с модами помогает поэтому я довольно быстро смогу заселиться у меня есть дома барачного типа которые не требуют ни воды и не электричество они тепла строятся за трудо дни в общем то я достаточно быстро смогу себе все обеспечить но нефти у нас поблизости походу и и близко нету мы сейчас такая геологическая экспедиция нас послала советское правительство осваивать новые территории и добывать полезнейшие какие-то ресурсы нефти нет топлива не будет какое-то не очень ласковое место на самом деле получается ладно давайте глянем тут тут у нас тоже есть река рядом нам все хорошо река то рядом есть нефти вообще не вижу поблизости вообще хоть на карте имеются вот слабый нефтяной источник правильно сургут понятно ладно мы запомним под сургутом у нас есть нефть уголек под сургутом мы нашли нефть но признака угля пока мы рядом не наблюдаем под сургутом есть нефть угля нет вовсе у нас почему-то уголь разработчики вечно под холмом нет вот есть уголь недалеко далеко от сургута есть некий уголь в общем-то для начала мне больше ничего и не нужно хотя проверить наличие железа чтоб не застроиться на том месте где оно водится по крайней мере в том месте где я планирую строится у нас ничего нет так давайте одно меня же будет печально если слетает почему-то ну я попытался покопаться попытался покопаться в тех модах посмотреть какая техника возможно у нас появляется именно двадцать шестом году в начале так ну мы в принципе запомним у нас тут находится нефть нам придется экономить на дорогах так нефти у нас тут есть примерно место я теперь знаю где у меня водится нефть и все это у нас относится пока к сургуту да в общем вот большая территория относится к сургуту но пусть так и будет потом переменю если что в этом месте я буду строить первый городишку начну с постройки своей любимой таможни пока будем только автомобильщиками все сюда отправлять по максимуму ее видим запрокинем дорожку вот так вот так и наша нефть вот рядом нас нет пока будем все делать достаточно бесхитростно до первого поселения пойдет так и теперь надо строить стройконторы так и 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 как и так и так и так и так и это поставить автозаправку халявную вот, это по-моему ванильная не из мода, модовские бесплатные автозаправки, очень мало дают нам бензинозапас и мне нужно сразу поставить хитрое, я вот так и не разобрался, как работает эта автобаза, почему человеку удалось обойти научные исследования когда он строил эту автобазу когда он писал эту автобазу, прописывал я вот в этом очень очень сильно теряюсь, но мне нужен наверное будет сколько бензовозов наверное сразу 2, 2, 3 2 такие смотрим, если будет у меня все таки слетать, я тогда не знаю ага, и у меня не построено хитрый я человек наш у меня не построено вернее не хитрый, а глупый и да, хе-хе, супер классно получилось факт заключается в том, что вся моя купленная техника может оказаться где-то в чистом поле нет, вроде бы не в чистом поле а где она ну вот это таможня во время постройки дает такой негативный эффект что техника появляется не на таможне а появляется где-то в чистом поле так наверное и получилось так наверное и получилось что это у меня ребята мне придется наверное очень сильно демороится у нас разные типы есть ну вот так вот этот мы переделанный мод на новую таможню он добавляет нам еще больше эффекта реалистичности потому что мы должны на таможне закупать технику и собственно говоря еще и перегонять ее сами в новое место работы так декабрь блин у меня когда-то давно было такое тоже при переходе какого-то года слетало и это было связано совсем не с модами не знаю почему ну вот было очень давно очень давно когда в игрушке еще много чего не было все все Так. вот так немножко быстрее удобнее можно все это сделать давайте попробуем купить одну единичку техники посмотреть где она появится да придется перегонять вручную это вся связанная техника ну да смотрите в чистом поле нас выкинуло чистом поле этому как с этим бороться с этим бороться очень просто пока строить не начали несём а блин и и невозможно снести а хохох вот это вот ловушка у которой я попался ок поспешил я забыл я про эту таможню проявил фишку надо было сначала построить стройконторы набрать технику потом уже там можно закладывать а таможни к тому же еще сносить нельзя так автобус автозак авто кран авто кран асфальта укладчик вот эти вот они по дорогам не ездят их придется вручную забирать поэтому возьмем пока пару вот этих ребят это на мешалке так декабрь заканчивается будет ли у меня улет или нет бортовой грузовик фундозер но у нас уже есть портовой крытый грузовик крытый грузовик лесовозы есть мусоровозы не надо пассажирские вагончики погрузчики не надо по пути укладчик разобранная техника реприжератор сама на свалу так самосвал тепловоз не хочет мусорбург атака мусорбург зеленый мусорбург и начал происходить у меня именно при переходе на двадцать шестой год не о том что начни играть например с 1800 какого-то или с 1900 доживешь до 26 года будет вылет ну сейчас я проверяю будет ли улетать или нет чем-то бензина еще не стали привозить подожди да есть у меня ну две цистерны очки всего возят я не понял и одна контора не взялась за это дело что вы ну такой исключен может потому что пытался снести они отправились строить нефтяную вышку да не отправились строить нефтяную вышку молодцы молодцы ребята да нефтяники нефтяники так 11 вагончиков по 12 человек в общем я думаю просто не каждому вагончику выход жилой жилой домик делать в последующем если сносить не будет а хочу сразу со всей базы сделать один выход так они лучше будут добираться уже тут им понаставлю какие-то магазины там ну что им будет необходимо буду буду по старому по любимой своей привычке играть если конечно не снесет январь 26 года всего в ассалон то есть получается какая-то постройка у меня на 26 год из ранее заложенных достраивалась и кто-то с ее отображением не так как разобраться бы там они достраивают и так печально поход походу новая новая игра нам предстоит и пока 5 улетать не начнет накопление какой-то погрешности где-то происходит за с 22 играл до 26 за четыре года и знаю непонятно для меня ну так вот будет будет красный сад сараец акилл вот с лишним труда дней а пиц ребят есть другое задание равно от нефти сейчас толку никакого не будет потому что она буквально за месяц забьется вся опасными отходами это несчастные не выводить них некуда блин и опасные отходы пока суть до дела будем добавлять сюда технику да как то у нас сейчас более по большей части самосвалы работают и по большей части ценят самосвалы стоят бетономешалки походу поехали мужики с опатами одни куда-то пошли и в основном юзается автобуса до бетономешалки я всегда их обычно беру не очень много походу бетономешалок надо еще подкупать блин я купил их ночью заново и она на таможен то есть тут и купил да ай-яй-яй-яй забыл забыл шеф надо покупать на таможне а где тут она это намешалка вернулась не денег всего ничего и так играю минимуме в реалистичном режиме обеспечить себе прибыль на самом начале можно при помощи совхозов но совхозах наверно нас тоже будут выдавать какой-то мусор и как результат они как нефтяные ушки забьются мусором и остановятся то есть надо ставить кучу свалок бесплатных да чтоб не тратить на них ресурсы на постройку нужно ставить какое-то автоматизированное производство вот вот сейчас про людей не требуют жителей у меня совхозы есть и совхозы есть ванильные которые требуют удобрения и есть модовские старые которые без удобрений будут работать но не факт что у них будет высокая эффективность места для техники одно а кто-то наваял место для техники одно как одно поле двум совхозов по моему присоединить вообще нельзя пять трудодней малая ферма а ну пять трудодней малая ферма на 7 единиц техники да на до 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 Элеватор на 300 тонн за 5 трудодней. Практически в бесплатной постройке. Так, а что у нас с полями? Что у нас с полями? Так, поля имеются, но мне совсем другие поля нужны. Да. Вот они, вот эти поля. Средние. Средние. Подожди. Большие поля. То есть на поля мы вообще не тратим ни ля-ля. И у них есть заводские соединения. У них есть заводские соединения. К каждому такому полю я могу присобачить... К каждому такому полю я могу присобачить свое зернохранилище. И грузовики мне в принципе не нужны будут, чтобы именно с полей вывозить все это добро. Так, окей. Эту проблему мы решаем. Следующая проблема у нас какая возникает? Следующая проблема у нас, конечно же, пожарная безопасность. Вот, алтабаза. Пожарная часть. Пожарная часть, которая... Потребление электричества. Потребление электричества. Потребление электричества. это накопитель еще вот это вот стоянку греть надо вообще нонсенс отлично да они ее построили теперь я могу нормально докупать технику или что тут добрать тут не надо брать и давайте мы сразу укажем источник и не указаны ни хренища не не указывается таким методом если назначать него на рассказал скопировать источник вот скопировать источник открываем ни хрена у нас не указано общем вот это вот до одного места разработчики сделали но у вас ни фига не работает вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей Добираем Тут я наверное одни автобусы доберу В общем ладно Не слетело это уже хорошо Ну и на этом я серию наверное закончу Вот Если вам будет интересно Наблюдать вот это все Заходите, наверное будет еще Если не будет слетать Так что до скорых встреч До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok